Доброе утро, жамы трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, сегодня у нас на рынке по хронологии экономических событий и по повестке экономического календаря действительно события, которые могут оказать серьезное влияние на площадки. Ну, во-первых, это статистика по американскому рынку труда, это отчет от ADP, то есть те данные, которые предваряют официальный non-farm barrels, поэтому внимание к ним традиционно очень большое, кто-то делает выводы, опять же, по этому отчету, настраиваясь на определенный исход статистически уже официального релиза. Ну, возможно, не совсем правильно всецело полагаться на эту статистику, поскольку все-таки отдадим должное уже сложившись опыту, отчеты зачастую расходятся между собой. Но все равно на рынок, безусловно, влияние оказывают эти данные, поскольку для американской экономики оценка состояния рынка труда очень важна, потому что по состоянию данного сектора делаются выводы о том, насколько сейчас обстоит ситуация с активностью потребителей, потому что, если мы говорим про рынок труда, мы подразумеваем и определенные изменения, происходящие с заработной платой, соответственно, заработные платы стимулируют рост инфляции, а то, что мы наблюдаем по инфляции, это уже основной ориентир такой путеводный для ФРС относительно процентных ставок. Процентные ставки интересуют нас, потому что мы знаем, что с учетом жесткой монетарной политики и конкретики по темпам повышения ставок, особенно если ожидается многократные подобные действия, мы по-прежнему верим в доллар, потому что американская валюта, безусловно, должна отыгрывать подобные изменения. Но здесь сразу нужно сделать ремарку. Конечно же, позитивная динамика характерна, может быть, не против всех его конкурентов. Если расценивать потенциальную силу доллара и то, как он будет вести себя против рисковых инструментов, конечно же, будучи долгосрочно ориентированным трейдером и исходя из ожиданий по росту процентных ставок, я скажу и готов привести массу доводов, то, что доллар будет чувствовать себя лучше и расти. Если сравнивать доллар с защитными конкурентами, это франк и японскую валюту, но даже вчерашняя и сегодняшняя азиатская торговая сессия показывают то, что не всегда трейдеры делают ставку на доллар. Есть инструменты, в которых более, скажем, выигодно пересиживать трудности, какие-то биополитические риски, опасения и рыночную панику и нервозность. Мы к этому понятию еще с вами вернемся, потому что вчерашний день в этом плане мне показался довольно интересным. Также сегодня, друзья, у нас решение Банка Канады по процентной ставке, я надеюсь, что мы сможем наконец-таки достигнуть нашей цели 1.30. Вчера было несколько пунктов, снова не дотянули, последовал откат и сейчас котировки опять восстанавливаются. Железный бетон, друзья, этот уровень пойдет, потому что как ни крути, но риски, которые сейчас мы транслируем для канадской экономики, они приобретают, скажем, всю новую-новую актуальность, более выраженную, с каждым днем. И сначала мы начинали продавать канадца, отталкиваясь от слабой статистики, аргументируя свою позицию тем, что слабая статистика задержит и притормозит Банк Канады по росту процентных ставок. Потом еще использовали рост доллара, снижение цен нефтянки. Сейчас весьма актуальной темой являются переговоры по поводу НАФТО, потому что уже совершенно очевидно, мы получили первый сигнал до того, что американская экономика, скажем, готова рвать и метать по поводу торговых соглашений, кроить их полностью, пересматривать и вводить вот эти тарифы импортные, которые как первое решение уже, я думаю, можно считать уже принятым, хотя официально еще оно находится в статусе возможных действий. Но судя по тому, как трейдеры стали активно распродавать доллар против иены, я думаю, что какая-то нотка инсайда уже появилась, и Трамп действительно не откажется от инициативы введения пошлин на сталь и алюминий. Что касается канадца, мы также поговорим, хотя в двух словах уже, в принципе, опозначили, что по нему стоит ожидать. И, конечно же, для среды еще традиционный характерный отчет по запасам нефти, объемы добычи – это та статистика, которую мы используем в качестве мощной поддержки для продаж нефтянки. И сегодня, я уверен, удача будет на нашей стране, мы сможем, скажем, срочиться поддержкой этих отчетов, и я полагаю, что закрепление ниже 65 долларов в рамках текущей торговой сессии – это такой же решенный вопрос, как, возможно, и действие ФРС относительно минимум трех повышений процентной ставки. Ну, теперь давайте поговорим подробнее. Начнем с нефтянки. 65,26 сейчас. Акетировки с небольшим гэпом мы открыли. Закрытие было вчерашней торговой сессии повыше – 65,65. Рынок продолжает метаться. Не знает, куда сейчас поставить в плане направления. Мы видим, как трейдеры и стараются откупить нефтянку. Здесь используется, опять же, ожидание того, что страны ОПЕК продолжат снижать объемы добычи. Это будет, собственно, способствовать более скорой балансировке всего рынка и сокращению избыточных мировых запасов. Второй фактор поддержки – это, конечно же, слабая валюта, которая весьма актуально сейчас уже прослеживается на фоне решения Трампа по вот этим импортным пошлинам. Ну и что касается других факторов, которые уже компенсируют этот позитив для нефти, это ожидание как раз роста запасов и увеличение нефтедобычи в штабах, где мы снова выходим в конечном счете на американских производителей и продолжаем спекулировать на идее того, что это те производители, которые в своей совокупности вместе с американским регионом станут основными производителями нефти в этом мире уже в самое ближайшее время. День назад мы сделали очень большую ставку на прогноз Международного анастического агентства относительно роста нефтедобычи в США. Вы помните, и я подробно по цифрам говорил, что ожидается прирост до 2023 года на 2,7 миллиона, соответственно, производство нефти превысит 12 миллионов. Кто-то скажет, что 2023 год – это еще совсем не скоро. Нужно руководствоваться более приближенными ориентирами. Я хочу успокоить, друзья, что и на ближайший, скажем, временной интервал у нас есть прогнозы того же самого ведомства администрации политической информации, где мы ждем как минимум 10,6 миллионов баррелей по добыче. И с учетом последних показателей еженедельного прироста эти цифры, эти ориентиры реально будут достигнуты. Собственно, неделю назад прирост добычи составил 13 тысяч, и мы снова оказались на рекорд показателях добычи. Сегодня у нас новая статистика, и я не сомневаюсь в том, что объемы добычи снова подрастут, друзья. Поэтому мы будем использовать этот блок статистики, напоминаю, что сегодня от администрации политической информации обновленные данные будут представлены в 18.30 в московском времени, чтобы придавить, собственно, невзятку. И хочется еще отметить, друзья, из последнего новостного фона, тоже со ссылкой на Международное энергетическое агентство, ожидается то, что рост спроса на нефть будет ниже, чем прогнозировалось ранее. Это также негативный момент, потому что снижение спроса отнюдь никак не скажется на темпах роста нефтедобычи в США. То есть здесь у нас смещается баланс, и чаша весов ям начинает... Ну, мы видим большую силу за именно ростом перепроизводства, который совершенно очевидно сейчас будет продолжен как тенденция со стороны американских производителей. Ждем статистику, завтра нам будет о чем поговорить. Несмотря на праздничный день для России в 9.30 по московскому времени, я всех вас жду снова в прямом эфире, потому что сегодняшний день по факту, опять же, тех событий, которые грядут, обязательно нужно будет проанализировать и быстренько разобрать, с чем мы в итоге столкнулись. Дальше. Рубль 56.84. Последний фактор поддержки для рубля – это президентские выборы. Сейчас это якорь, по сути, для курса. Только если котировки нефти продемонстрируют резкое ослабление, закрепление ниже 65 и потери в эквиваленте 2-3%, тогда рубль тоже потеснится выше 57. Если динамика на рынке нефти будет больше консолидационной, скажем, рядом с отметкой 64, точнее, в диапазоне 64-66, до президентских выборов, тогда с курсом рубля ничего не случится. Но в любом случае этот фактор поддержки для рубля минует, и мы снова сфокусируемся и на проблемах для российской экономики, и на потенциале снижения цен на нефть. Будем снова говорить о вероятности девальвации данного инструмента до 60 как минимум. Но теперь давайте поговорим о американце, традиционном связке с японской валютой. Вчера же новостной фон был довольно интересный. Мы видели сначала резкий спрос на доллар, и, соответственно, если анализировать против иены снижение спроса на защитные инструменты, поддержка была связана для таких действий, то есть покупки доллара против иены, с сообщениями о готовности Северной Кореи ликвидировать свое ядерное оружие. После этого, как только рынок вдохновился, нам наконец-таки долго уже не было новостей о Северной Корее, и вот они появились в позитивном ключе. Почему бы не навалиться на доллар? Но выступил Трамп, сделав заявление о том, что не стал бы особо питать ложных, отметил иллюзий в этой связи, потому что Северная Корея, скажем, у себя на уме, и будут и дальше придерживаться свойственной им операционизма, и, скорее всего, не пойдут на те действия, которые хотелось бы убедить от них Соединенным Штатам Америки. Соответственно, после этого, друзья, снова начались распродажи, которые продлились вплоть до окончания торговой сессии, и сегодня, в принципе, тоже видим определенный прессинг на американцев против иены. Болезненно наблюдать, конечно же, за тем, как доллар теряет, веря в него, и видя то, что, понимая, есть фундамент, основание которого он должен расти, но нужно все-таки смениться с тем фактом, что рынок пока не перекладывается и не приориентирует свое внимание с обсуждением вот этих протекционистских барьеров, которые были обозначены Трампом. То есть в конце прошлой недели мы стали говорить об этом. В начале этой недели продолжили обсуждать то, как обстоят дела с этими тарифами на импорт алюминия, и остались, но все-таки решения фактического еще не было. Все, кто заинтересован в определенном исходе, скажем, обсуждения по поводу введения этих тарифов, сейчас пытаются надавить на Трампа. Это касается и его, в том числе, однопартийцев, республиканцев, которые пытаются занести позицию, что потеряют не только те экономики, против которых направлены вот эти барьеры и действия, но и потеряют, прежде всего, Соединенные Штаты, Америки, довольно солидно, неплохо. На Соединенные Штаты Америки сейчас оказывают давление и прочие регионы, в адрес которых действуют эти, собственно, решения. Европейский Союз грозится ввести тоже импортные пошлины на экспортированные из США товары, там в размере даже 25-30%. Европейский Союз грозится обратиться во внешнеторговую организацию для того, чтобы попытаться восстановить справедливость. Потому что, ну, если рассуждать уж совсем точными, экономическими, такими классическими понятиями, то, ну да, подобные действия со стороны США можно было бы оправдать только в том случае, если это действие было необходимо для защиты, для предотвращения национальной безопасности, угрозы национальной безопасности. Но вы же понимаете, что этой угрозы, собственно, и не было. Поэтому, скорее всего, ВТО, если уж положить руку на сердце и решить, что данная организация также больше лоббирует не интересы отдельно взятых регионов, а выступает исключительно за высочайшую принципу международной торговли, то ВТО должна поставить, конечно же, на стороны Европейского Союза и тех регионов, которые в качестве пострадавших обратятся к ним в этой связи. Ну, время покажет, как будет на самом деле то, что тракт, несмотря на то давление, которое сейчас оказывается на него, не свернет с пути вот этих инстинкций практически уже очевидность. Нужно смириться с этим, он не собирается отступать, и подобные меры можно воспринимать в качестве первого, конечно же, шага на пути локационизма, который, скорее всего, приведет к развязыванию полноценных торговых войн. И вот вчера рынок снова активно заговорил о том, что это действительно может случиться, и риски глобального характера есть. Тут лично меня поражает цинизм, с которым Трамп делает посты, видите, о том, что, если уж дословный перевод брать, то что американская экономика вынуждена так поступать, потому что многие страны, в прямом смысле, уже оборзели. И то, что эти барьеры, они направлены, безусловно, на защиту национальной промышленности, они направлены на защиту промышленности только потому, что США во всех этих действующих торговых соглашениях проигрывают. И если сейчас все-таки пересмотреть многие пункты действующих договоренностей, то США уже будет поступать за новые условия. И если кто-то считает, что подобные действия должны обязательно находить отклик в аналогичных ответных мерах, то Соединенные Штаты Америки будут по-прежнему непреклонны. И если какие-то рестрикции, ограничения будут задействованы в сторону, собственно, их экономики, то тогда они пойдут на новые шаги. Вот, возвращаясь к ситуации с Европейским Союзом, как только появились предпосылки говорить о уводе также встречных таможенных тарифов на продукцию и, собственно, товары, поставляемые США, собственно, Трамп сделал заявление о том, что следующий пакет мер тарифов может коснуться автомобильной промышленности, собственно, Европейского Союза и Германии. Я думаю, что таких угроз будет еще очень много, но, наверное, главный вывод, друзья, который нужно сделать, так это то, что мы снова работаем с новыми вводными на рынке и какое-то время, конечно же, рынок не успокоится. Поэтому будет сохраняться спрос и на защитные инструменты, и мы не сможем увидеть рост пары доллара японской иены. Но в то же время про локальные приближенные перспективы у нас на этой неделе есть несколько подушек безопасности, скажем так, и самое главное из них это Non-Farm Queralds, то есть это тот отсчет, который может заставить трейдеров переключить свое внимание снова на статистику и спекулировать на темпы повышения остала. Поэтому я возлагаю большие надежды на Non-Farm Queralds и считаю то, что этот отсчет вряд ли действительно разочарует, полагаю то, что статистика сможет вытащить американца даже против японской валюты, а против риска, ну там уж совсем сложатся все условия для того, чтобы доллар надавил на них и довольно прилично. Давайте следить за событиями. Сегодня у нас репетиция статистика ADP. Завтра, безусловно, поговорим о том, какие выйдут цифры и каким последствиям, собственно, эта статистика приведет для рынка. Евро против доллара. Мы говорили про крайне противоречивый кон, который сейчас на рынке сложился. Я позволил себе сделать довольно большой акцент на статистику по роничным продажам, которую мы разбирали в начале этой недели. Почему это было важно? Потому что у нас появились первые сигналы замедления темпов экономического восстановления. А это те сигналы, которые должны быть услышаны и должны быть проанализированы представителями Европейского Центрального Банка и, прежде всего, Марио Драги, который даст пресс-конференцию уже в этот четверг. То есть давайте теперь соберем воедино, с чем мы подошли и подходим к Европейскому Центральному Банку к заседанию пересмотра процентных ставок. То, что инфляция снижается и замедляются показатели розницы, то есть это явное свидетельство просевшей потребительской активности, что может привести к замедлению ВЛП. Поэтому стоит ли при таком новостном фоне рассчитывать на комментарии Европейского Центрального Банка об ожесточении политики? Ну, я думаю, что нет. И сейчас, возможно, мы наблюдаем рост евро, потому что трейдеры покупают на ожиданиях, готовятся подавать на фактах. Вот почему я все-таки сейчас склоняюсь в пользу того, что заседание Европейского Центрального Банка будет больше негативным для евро. В итоге евро столкнется с серьезными распродажами, и величина потерь будет зависеть именно от того, насколько высоко евро заберется в текущих реалиях. Советую удержаться подальше от длинных позиций, особенно если вы рассматриваете данные позиции на долгосрок, но если все-таки хочется поспекулировать, хотя бы попробуйте поймать волатильности, контролируйте риски и ставьте максимально короткие стопы. Доллар канадец. Ждем решения по ставке, вряд ли ее пересмотрят. С большой долей вероятности я могу заявлять о том, что ставку ставят на прежнем уровне 1,25%. Куда интереснее будет проанализировать справедливые заявления, но здесь тоже могу отметить, что это заявление, которое, скорее всего, обеспечит нас, как трейдеров, импульсом для продаж, собственно, канадского доллара и роста пары доллар-канадец. Нам нужно достигнуть цели 1,30% и акцент Банка Канады на то, почему они пересмотрели прогноз по экономическому росту с 3% до 2,2% со ссылкой на слабость рынка недвижимости и низких значений потребительской активности, то есть того, чтобы потребитель не адаптировался с высоким процентным ставком прежнего решения канадского университета, будет достаточно, чтобы все-таки справиться с задачей давления на канадца и достаточно для того, чтобы мы с вами достигли нашего противного ретира. Если не хочется сейчас говорить про статистику, я советую вам не забывать про потенциальный пересмотр явно не в пользу Канады условий торгового соглашения Североамериканского торгового альянса НАФТА. И, между прочим, кто-то читает то, что вот эти решения Трампа вести импортные пошлины на сталь и алюминий, это своего рода тактика, которую он использует, чтобы дать понять, что он не просто разбрасывается словами, он готов принимать конкретные меры их действия. Может быть, подобный шаг направлен на то, чтобы Канада заняла более гибкую позицию в предстоящих переговорах по НАФТА и с большей охотой соглашалась на те условия, которые навязываются в новой редакции уже со стороны Соединенных Штатов в Америке. Если действительно так оно и есть, и если Канада признает, скажем, определенные уступки в пользу США, то тактика Трампа себя оправдает и окажется выигрышной для американской экономики. Но за этим мы также будем следить. Сейчас нам достаточно того, что вот этот ареал неопределенности есть вокруг НАФТА, значит, и эта неопределенность, конечно же, хорошая база для продаж канадского доллара. Фонд против американцев вчера вырос. Это можно связать также и со слабыми. Британская валюта, это можно связать и с ростом евро. Но был еще и позитив по поводу Брэкзита. Появились сообщения. Я не буду сейчас, скажем, даваться подробности по поводу источника, потому что он не очевиден, скажем, по своему подтверждению. Но то, что прогресс по поводу прав граждан ЕС в Британии, вроде бы как, уже очевиден. И в ближайшее время, когда у нас будет возможность послушать официальных переговорщиков, нам обещают пролить свет на то, чего же все-таки договорились. Конечно же, ожидание позитива, как я отмечал, это еще одна причина, помимо ожидания ростно-процентных ставок, почему фонд должен оставаться все-таки в числе длинных позиций против американца, которые сохраняют свою актуальность. Мы скоро достигнем отметки 1.40. Я думаю, что на ней останавливаться не будем. Лично я, если бы канадцу готов зафиксировать профиль на отметке 1.30, то есть попали доллар-канадцы в отношении фунта против американцев, все-таки цели повыше. И 1.40 – это рубеж, который мы протестируем, оттолкнемся и пойдем еще выше. Из событий сегодняшнего дня важных. Напоминаю, ADP – это данные по рынку труда. Далее у нас 18.00 решение Банка Канады по процентной ставке, 18.30 – запасы нефти. И объем производства тоже в Штатах, накопленные и увеличенные за минувшую неделю. Напоминаю, друзья, у нас с вами ожидание того, что вырастут как запасы, так и объем добычи. Тем более, что вчера вышел отчет от Американского института нефти, в соответствии с которым запасы нефти увеличились на 5,7 миллионов. Хорошая поддержка для наших с вами ожиданий. Будем рассчитывать на то, что нефть, в связи с… Если наши прогнозы оправдаются и расчеты окажутся верными, просядет ниже 65. Ну, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам удачной, прибыльной торговой сессии. Увидимся завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.